Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, Роман Плачганович. У нас сегодня в Касе очень большой день. Мы всегда представляем очень изначительные произведения в нашей стране. Это научная работа, весовские труды, должность литературы. И вот в этом зале у нас всегда есть такие люди, которые сделали, конечно, большой вклад или в науку, или в литературу, в искусственную фамилию. Такой зал для этих церемоний вам предназначен. Сегодня мы присутствуем при презентации такой замечательной книги, в которой написал мой друг Роман Плачгановича Неборян. Я об авторе скажу особенно, но хочу сказать сначала о книге. Раньше, как говорили, если книга стоящая, я хочу сказать стоящая. Но я один из первых читателей и один из первых людей, которые об этой книге слышал, когда Роман Плачганович только начинал над ней работать. И он, я так понимал, какие-то мысли свои, он на мне испытывал, и на мне, наверное, проверял, правильно ли он находит стилистику, правильно ли он выбирает тональность этого произведения в России. Для меня, наверное, большая честь, что я говорю, спасибо. Я хочу сказать, что поэтому эта книга во мне уже живет очень давно. И сегодня, если познакомиться. Я думаю, что если мы, когда вы ее все прочитаете, если мы сегодня посмотрим на тот большой пласт жизни, все-таки захватывает наша страна, наша страна захватывается с 59-го года. Это годы таких серьезных перемен, технологических таких изменений. Изменялись не только страна, а изменялись люди, очень характеры, судьбы. И кажется, это вроде было вчера, все-таки мы уже и в 59-м году уже как-то понимали друг друга. Это уже мы многие уже, как и все наши объемы мертвых людей, как и в 60-м году уже огромный вклад вносил в работу в своей республике Армении. И когда это все читаешь, и когда видишь это время через судьбу, которые здесь, по-моему, роскошно раскрыты, ты понимаешь, что это было как будто вчера. И все время ловишь себя на мысли, что-то рядом было, что-то происходило как бы с тобой. А на самом деле это происходило, наверное, с каждым из нас, и, прежде всего, это происходило с астрономиками. Мне думается, что главная идея книги – это невозможность выбора своего пути, своей судьбы, своего предназначения, а тот выбор, который перед ним всегда ставят обстоятельства. И каждый человек вольно поступит, как он хочет. Сделать верный шаг, может быть, или неверный, а он считает, что это верный шаг. Но такой большой по жизни выбор своей собственной судьбы – это, по-моему, привилегия людей, которые очень правильно были воспитаны, очень правильно понимали свою жизнь, были верными друзьями, очень правильно шли по жизни. И вот если так, то тогда и выбор будет очень верный и точный, может быть, не всегда приносящий тебе какие-то труды, а, может быть, наоборот. Но, читая эту книгу, ты понимаешь, что все люди, которые здесь изображены, даже люди, можно их назвать, с отрицательным обаянием. Я бы даже, я здесь, я здесь, когда здесь полно отрицательных героев, я бы не назвал так отрицательным обаянием. Просто это люди с отрицательным обаянием. Вот так сложилась судьба. Такой оказался их выбор. Ведь люди не нуждаются хорошим и плохим. Их делают таким обстоятельством, их делают такой жизнью. И вот мне показалось, что Роберт Владиканович как раз об этих людях, он очень сопереживает их судьбу. Он очень сопереживает, особенно невероятные посредние страницы, когда читаешь, чем, собственно, закончилась судьба каждого. И, вроде, она такая, вроде простая, вот, она умерла, а у нее стали двое детей. Он там стал профессором. Вроде бы жизнь сложилась, сложилась как-то очень застенчиво и очень просто, очень обыденно. Но что предшествовало этому, вот это, конечно, вот замечательно, что этот мой путь, этот видень. И так я хочу сказать, что это, по-моему, книга о выборе. По-моему, книга о том, что каждому из нас предстоит этот выбор и каждый этот выбор уже сделал. И очень хорошо, что именно об этом написал, может даже от имени нашего поколения, мой друг, замечательный ученый, чудесный товарищ, замечательный папа, замечательный муж, замечательный дедушка. Все вот такое песня сложилось. Дай Бог здоровья и всего самого доброго поздравляю в себе к мужу и вам сюда. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень приношу извинения, что я вам дал немножко. Я должен сказать, что я успел услышать прекрасно, видимо, то, что я не слышал вообще более замечательно. Но я совершенно согласен с Александром Никитичем в том, что любое, что выходит, любое сочинение, уходящее из подпера Роя Кочеганча, это всегда сочинение очень интересное. Будь то это серьезная книга, или публикация в газете, или выступление перед коллегами. И это свидетельство того, что человек курдский. И не просто курдский, а человек с очень сильным характером. Ну, должен прямо сказать, что я, как те известные читатели Солженицына, всю книгу не прочитал, поскольку он мне только вчера подарил, я приехал в Воскресенье из командировки вечером. Но я сумел пролистать, прочитал видения и некоторые кусочки из главы. Нужно сказать, что нигде не откроешь эту книгу, без общения ваш характер Роя Кочеганча. И даже немножечко я чувствую, как написано, это все, естественно, по-русски, хорошим русским языком. Чувствую даже присущий вам такой акцент с такой категоричностью и иногда жесткостью. Вот что стоит одна сцена в Кафе Мира после приезда в восходную стажировку в прокуратуру? Ну, это действительно, во-первых, интересно и похоже даже, я бы сказал, вот такой приключенческий аромат, а другой Сталин поволнует. Потому что видно, что это написано столько лет прошло, а этот эпизод настолько врезался в память, что он и сегодня волнует Петрукова, но даже читателя, к которому обращена эта книга. И мне кажется, что действительно это летопись поколения. Причем, может быть, поколение, которое я меньше знаю не потому, что я чуть-чуть моложе, а потому, что все-таки эта книга написана человеком, который приехал в Москву и приехал в Москву из Армении. Не просто из какого-то российского города, а приехал из Армении, где действительно есть и свои традиции, и свое понимание окружающего мира, и свое детство, которое отличалось от детства московской, положим, детворы. Я не могу сказать худшую или лучшую сторону, но отличалось. И поэтому восприятие московской жизни, восприятие внешнего мира, оно не то, что отличается с точки зрения оценок, какого-то эстетического восприятия, но оно совершенно другими глазами виденное. И это очень здорово, потому что это обогащает и наше представление, и наше видение жизни, которое мы прожили практически вместе, в одно время, и, так сказать, и ружая, и приобретая достоинства онлайн-недоставки, естественно, которые с годами приходят. И вместе с тем получают звания какие-то, и галии ученые. И за это спасибо, действительно, я сказал, что Роберт Человек-Исучий, потому что он напишет такой роман тяжелый, в смысле веса, и такой увлекательный, в смысле чтения. Я от КНГ не приходил, он мне давно уже интриговал, говорит, ну, у меня тут выйдет одна книжка, не оторвешься, будешь читать, наверное, он так немножечко шутит. Но должен сказать, что даже от машины, когда ехал, ну, теперь ехать здесь долго, поскольку проехать-то смотровато, но, значит, стремительно пытался наверстать упущенное, то, что не успел вчера вечером посмотреть. И действительно это интересно. Я советую, советую всем не только взять эту книгу, но, знаете, как говорил один мой знакомый, что автор замечательным тем, что он не только пишет книги, но он их и читает в своих книгах. Так вот, я советую всем не только взять эту книгу сегодня, но и потом ее прочитать. Уверен, что, как и я, вы получите удовольствие, а я предвкушаю удовольствие, которое я получу после прочитанной главы о встрече в Ливии и о ваших походах в театре, в музее вместе с двумя прекрасными девушками. Так что я, друзья мои, хочу, друзья мои, зачитать, извините, что не по памяти, но сегодня мы открывали бюст в Конфурцию, и я с утра даже смотрел это лечение Конфурции, поскольку посол приезжал. И вот одно из лечений, которое мне попалось, и я его не цитировал, но открытый, а записал специально для нашей сегодняшней встречи здесь, в Этар-Тас, спасибо нашему другу, Этар-Тис, кстати, он меня познакомил 25 лет тому назад с Роевом Курчегамчем. Конфурция говорил так, тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение, тот, кто размышляет, не желает учиться, окажется в затруднении. Вот к Роберту эти слова не могут быть отнесены, потому что он и учится, размышляя, и размышляя учится. Так что спасибо, все за мной. Я хочу также сказать, что у нас много друзей Робера Курчегановича, но есть люди и нет, люди, которых я тоже очень их люблю, и прочитанные здесь, это им еще предстоит, они увидят себя в этом романе тоже. Вот я хочу сказать, Валерий Аширевич Абрамян, президент Всемирного Союза Абрамян, Российского Союза, потом тоже 23 года он стал заместителем внешнего объединения, производственного объединения в Ереване, потом приехал в Москву и в Москве стал выдающимся человеком. И вот здесь эти все, география не здесь, как будто бы, или вот у нас там, где Валентина Едашка, есть импровид Монимозия, есть в Синтолине, на Робнику, на Робнику, на Робнику. То есть вот каждый, кто здесь будет, я посмотрю, на то есть про вас там тоже есть про девушек, а то есть вот эти вот представители не покажут. Это, конечно, вот когда мы говорим о нашем, так сказать, поколении, вот каждый, я здесь себя находил, ну в разных планах поставить, в том числе и среди плохих людей тоже. Я понимаю, что невысокие люди, они управляют государствами, но нам тоже некуда деваться. Я хочу сказать, что я очень вам рекомендую прочитать, каждый из вас найдет массу для меня нереализованных совершенно амбиций. Я бы тоже мог такое написать, поменяв только имена вооружам на Константин и так далее. И очень хорошие анекдоты здесь тоже, то есть очень хорошие. Особенно по такте двух товарищей из Одессы, которые говорят, что смотри, два одесситы, а хорошо пьют, это мне очень нравится. Я предоставляю слово Робнику. Друзья дорогие, потому что я здесь много пишу о патриких вещах, как складывается вообще служба человека. Зависит от многих, многих факторов, но чтобы не пойти далеко, это потом я скажу, и вдруг забудем, или, боже, не забудем, но это не потом, а сейчас я хочу поприветствовать всех тех, которые пришли сюда, и не в обиду никому, если я выделю кое-кого. Во-первых, это главный человек в моей жизни, моя жена. Я живу больше сорока лет в моей дуне вместе, и которая разрешила мне написать эту книгу с таким названием. Название такое может и кажется легкомыскиным, но, конечно, содержание другое. Друзья, здесь Александр Семенович Корто, заводил МЦК, все его знают, он бывший секретарь МЦК в Украине, большой-большой человек, посол чрезвычайно-полномочный академический. Он был моим руководителем ЦК, исключительно добрым, порядочным человеком. Здесь в наше время пришел мой очень хороший друг Вячеслав Александрович Михайлов, которого все знают, министр поделанной национальности России, в свое время был тоже заводелом ЦК, зампредседателем СОМИНа России, как в свое время Марий Михайлович Михайлович. И мы с ним, друзья, близкие, вместе прошли большую-большую жизнь. Здесь Георгий Арташисович Тергазарянц, по-видимому, единственный, который прошел войну, очень я капитана, закончил войну, человек героический, человек добрый. Вторым секретарем ЦК, когда Армении, тогда еще не было порядка, что без России отправляли вторых секретарем. Он был очень сильным вторым секретарем ЦК Армении. Потом послом в разных странах. И долгие годы здесь. Я горжусь, что этот человек мой старший друг, он знал моего отца и дружи. Друзья, здесь много моих близких, хороших друзей. Мой брат, мои родственники. Если я начну уже дальше, то это очень долго продлится. Но еще несколько фамилий не могу не сказать. Книга состоит, во-первых, из нескольких составляющих. Это автор, само собой. Это издатель Ольга Константиновна Павлова. Главный редактор, главный редактор или директор называется. Да, и то, и другое. Известного нашего издательства, научного издательства «Норма». Она сама оцепененный ученый, специалист по обязательному праву. Долгие годы возглавляет это издательство. Она романин нашла, нашла что-то научное. Потому что нельзя что-то печатать. Не только научное, она нашла многое там. Это редактор, доктор «Молодая женщина». Наталья Александровна Павловна Павловна. Талантливая девушка. И чем она меня удивила? Дни десять назад она мне звонит, говорит, трогает. Почитаем. Я написала один рассказ. Хочу, чтобы вы посмотрели. Я был поражен. Потому что она отредактировала книги самых известных людей. Начиная от Кончаловского. У нее и Владимир Соловьев. Многие-многие известные. Парфеонов и прочее. Она считала, что я, в общем, тот авторитет, который может посмотреть. Я вот с этим удивлением до сих пор нахожусь в таком удивлении. Друзья, поведом всем вам понравилась очень обложка к ней, оформление. Талантливый художник, вот сиди здесь, сиди здесь, Михаил Селезнев. Здесь Селезнев. Вот, смотрите. Действительность, это человек моего бренд уже считается. Вот эти задумки мы с ним обсуждали. Он выбрал из многих-многих вариантов вот эти варианты. Так вот, друзья мои. Ну, еще, слово еще может неуместно, просто по возрасту. Это еще главный редактор очень популярного, единственное популярного издания газеты «Ной Буховчик». Анисуня Георгий Юрьевич. Пожалуйста, помните. Друзья, и мои коллеги из МГИМО, все остальное. Разрешите сейчас перейти к главному. Я посмотрю на часы, потому что у писателей, как вы, я себя уже считаю, но первый параметр моей книги уже услышал. Это стоящая книга. Так вот, пожалуйста. Почему я вдруг решил после стольких юридейских научных книг браться за роман? Лек 10 назад, когда я начал работать одной научной книгой, называется «Сравнительное костюмное право». Это более сложная часть костюмного права. На основе 40 различных конституций мира я начал писать вот эту книгу «Сравнительное костюмное право». Это издание выдержало нескольких публикаций. В том же издание может Ольга Константиновна хорошо относится ко мне. Ну, вот эта книга есть. Я пришел, постепенно пришел к этому введу. В основном, там, сравнивая конституции, удивительно, они все очень похожи. Они все провозглашают одни и те же истины. Трудно, вот, вообще, считаешь, вот, скажем, французскую конституцию, российскую конституцию, если снять только четвертую главу, где президентская власть, которая выделена другими ветвями власти, все как будто повторяется. Казахская конституция – это, если не имена, там, различные, там, парламенты по-другому называют. Повторяется, повторяется. Начал задумываться. А как-то они по содержанию настолько близкие, а по реализации, по-другому, они абсолютно разные. Где Франция, где Россия. Потом я знал, конечно, что Алексеев, Шахраев, который работает у нас, дружит, хорошие ученые. Все они, так скажем, взяли, переняли главные ценности этой конституции уже на российскую. Времени не было, в 93-м году надо было быстро делать конституцию. Понятно, не американскую конституцию, понятно, не англо-саксонскую, ну, французскую. Испокон веков, дружба, этим народом, культурный. Но мы нас настолько разные. И постепенно я пришел. Ну, понятная вещь, когда ты уже строишь цепочку, формулируешь все это. Да, друзья, да идет интеграция. Да, можешь утром оказаться в Бомбее, в гостинице Мариот, и глаза открыть, и думать, где ты находишься. Ты в Москве, ты в Нью-Йорке, в Париже, везде они как-то все повторяются. И континентальный ужин внизу, и это все. Только лица, может, другие. А на самом деле, чувствительно, все народы, нации, люди не очень разные. Почему? Главное, культура. Да, культура – великая вещь. Но культура базируется на такие ценности, которые мы из себя иногда и не даем отчета. Это именно культура поднимается на определенные религии. Я сам неверующий человек. Может, и в душе верю, там, скажем, в собственного человека, попробую себя перевозить по своему образу. для меня – это мой отец, для меня – это моя мама, которые, они для меня существуют. Есть вещи, которые, они существуют, говорю, вот, именно, религия. и себя отчетом мы не даем, что вся эта культура, вся наша жизнь, наша психология поднимается на этой религии. А почему мы живем рядом, рядом наш, ну, кончается, вы знаете, христианский мир, Армения, Грузия, Гречия, где такие вещи происходят, и неудивительно, не будет время, скажем. А вот она, моя племянница, которая живет в Норвегии, дочь моего брата, Владика, который сидит, живет в Норвегии, абсолютно себя нормально, чертами, никаких преград для отрины, климат другой, люди другие, более большие, более другого цвета. А вот три километра отсюда, другой мир, другая психология. начали задумываться над всем этим. Мир разделяет религия, мир разделяет культура, которая поднимается на этой основе, на этой религии. Может, и мы себя на что-то не даем, но еще раз повторяю, вот парадоксы. Солнце одинаково греет, кушаем те же фрукты, тоже все, но столько разное. Мы живем рядом на одной пятачке, но очень разное. А вот Феннин и норвежий, абсолютно, ну, если я говорю, язык там, какие-то моменты, не чужой. Я, когда бываю, зарубляю, и из каких-то этих итогов, скажем, дни рождения, смерти моих родителей, протестантская церковь, католистская церковь, для меня не имеет значения, православная милетка, православная, православная церковь, не имеет для меня значения, ставлю свечки, не слаговую, дам, воспитанную, может, через, когда мне будет 121, как у евреев, тоже написано, столько лет человек должен, может, и я стану действительно религиозную, но не религиозную. Вот, друзья, я начал после вот этих задумок, таких размышлений, пришел к руду, что одной дисциплиной, скажем, юрист-прокансий, это дисциплина бездушия. Для меня дисциплина, скажем, история-философия, вот здесь Шестопал Алексей Викторович сидит, большой философ со временем, философия наука всех наук, душальность, социология, душальность, история, душальность, права нет. Бесконечно можно совершенствовать право. Вот мои юристы, друзья, мучаются, делают новые эти, новые, внесли какие-то исправления и прочее. Друзья, но, я сказал, любая конституция, любой закон, любой, давайте переведем это на другую почву, получим то, что получат. В России парламент другой, в России и президентская власть абсолютно другая, и объявленная демократическая республика тоже другая, и правовой государство тоже совсем другой, потому что мы, русские россияне, каково мы есть, граждане, мы другие. И сказать, что мы будем в ближайшем будущем, или там, или там, нет, этот закон нас не изменит. Мы, наша душа, наша ментальность, наша психология другая. Если главное, почему? Надо смотреть историю не отрывочно, скажем, вот Иван Гросин, надо смотреть вообще, что в это время происходит в мире, когда мы воюем против, воевали против, ну, это там, когда против войск Чнигисхана, вернее, эргых отрядов, там, в далекой Англии Юхан с землями этого инициатива принимается да, принимается великий билл по праву абсолютно вещь, которая для нас непонятная и неразумная вещь. в мире что, другая форма гомо сапиис, люди там и здесь, происходят абсолютно разные вещи. И так я начинаю сравнивать на базе различных наших ценностей, прихожу к выводу, что, конечно, то, что дают в книге, очень большое значение имеет для наций, народа и лично для человека первое и главное время, когда рождается человек, в каком обществе, культурный ареал, то есть пространство, где он рождается, его национальный лист, но который более второстепенно, его гражданство. Почему друзья, вот эти факторы являются определяющими в нашей жизни, которые я передал это все. Мы на эту тему с моим другом Кириславом Александровичем Михайловичем очень спорили, в разное время он сейчас показал, не хочу просто отойти в другую сторону, потому что у Кирислава Александровича есть мысли, которые я с интересом воспринимаю, но это уже научная дискуссия получиться, несмотря на то, что мои ближайшие друзьями человек исключительный, но многие мои мастулаты или концепти не воспринимают, и я не воспринимаю многие его, но это не означает поделительный хороший человек ученый. Так вот, друзья, я сейчас да, понимаю, друзья, здесь рассказывают это правильно, мы еще успеем многие мысли обменять во время нашего фуршета, но закончу, округляем. Значит, книга состоит из двух частей. Первый это выбор. Выбор стоит в любой момент, в любое время перед человеком. Он даже не создаёт, что в этот момент он взял выбор. Насколько этот выбор удачный. Этот выбор сопровождает нас всю жизнь. От момента рождения выбор места, выбор профессии, которые мои родители не смотря что вообще по призванию я по призванию был бы историка. Но вот выбор сделают мои родители, а я для меня не авторитет. Конечно, самый главный выбор в своей жизни я делал очень удачный. это само собой. Но и для вас, друзья, у каждого этот выбор. И вот первый выбор. Молодые люди они выбирают. Перепатрианты армены, которых мы в 48-м году призвали, мы победители страна, призвали в армию. И девушка делает выбор. А в конце концов она делает выбор в пользу той страны, по психологии которой она ее содержит, в которой она верит и доверяет больше. Она уезжает обратно. Герой остается на месте. Начинается для него новая жизнь, раздвоение. Раздвоение у нас всех. Это нормальная вещь. Целостный человек это маленький человек, который рождается до 5 лет, когда первый раз говорит неправду. До этого целостный человек, когда маму обманывают, сто рук имел или чего-то. Здесь он раздвоенный сюжет. Потом идет раздвоение. Но раздвоение, когда как мы жили при советской власти, когда говорили одно, делали другое, когда поднимались на трибуну сказали вещи, которые никто не верил в зависть изящей. Когда мы слушали Суслова, которое у меня в книге есть, и человек, и его облик, и все остальное, столько было не воспринято нами, скажем, отторгал. Когда я впервые студентом смотрю Хрущев Венской встречи с Кеннеди, разрушен метод. Что разрушит, когда я неосознанно все, то, что есть, это джаз, радость, киногерои, музыка, там все принимается этой страны. Эту страну? Нет. Почему? И много-много других. Вот таком раздвоенный метод живет человек, и эта раздвоенность у него увеличивается. А были более счастливы, которые они жили в своем гармонии. значит раздвоенности было меньше. Эта раздвоенность во многих факторах выражается, проявляется в жизни у человека много лиц, но в каком он самое главное его лицо? Самое главное, что он человек и он должен об этом забывать. По-честному я не знаю сколько дневных прошел, но я готов до утра на эту тему. Но понимаю, что друзья, надо два-три за ленкой. Я думаю, и призываю всех вас, да, на всех вас призываю и приглашаю от имени Виктора Виталия Микитича, моего дорогого друга, который еще и еще раз приглашает. Благодарю за сегодняшний прекрасный день. И, конечно, наш праздник получился именно таким, так скажем, импозантным или значимым, потому что в стенах этого легендарного помещения и организатором ставший таким же легендарным наш Виталий Никитича Игнатьева. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok